здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос говорят что с нам верить нельзя а вдруг сон от господа действительно в священном писании в евангелии описаны сны посылаемые человеку от господа пример сны праведного иосифа обручника в библии рассказывается о снах фараона который истолковал ему праведный иосиф и человек в виде какой-то необыкновенно яркий или запоминающийся сон искушается почему бы не поверить этому сну и действительно церковь просит здесь быть очень аккуратным очень осторожным почему потому что если человек начинает верить снам а сны не от бога то он становится управляемым ну например ваша бабушка села во владивостоке в поезд и поехала не позвонив вам решила сделать вам сюрприз сатана знает что она села в поезд она поедет к вам и вам снится сон красочный как бабушка входит вы ее обнимаете она идет на кухню печет ваши любимые пироги например и вдруг проходит день два три там неделю ехать и бабушка приходит и печет пироги и вы о говорите какой был у меня пророческий сон потом еще что-то подобное происходит еще что-то и вы начинаете обращать внимание на сны потом приходит сон в котором вы разводитесь своей женой потому что вам якобы господь послал другого человека и воля божия вам бросить жену своими детьми и жениться в другой и если вы с нам поверили вы начнете рассматривать эти прелоги эти помыслы вот поэтому с нам верить нельзя сбылись не сбылись неважно если будет пророческий сон или сон от господа вы его не пропустите сон от господа рождает в человеке удивительно мирное светлое и радостное состояние духа сон от господа вызывает покаяние в человеке потому что прикосновение благодати неизбежно выражается в том что человек чувствует свое недостоинство той благодати которая к нему пришла если это будет вы этого не спутайте а если на сердце просто как было так и осталось или еще что скорее всего темно тесно и тяжело то совершенно очевидно даже если что-то из этого забывается это сон не от господа внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а